Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести Ульяновск в студии Екатерина Лазарева. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. В Левобережье реконструируют отчистные сооружения, как в этом вопросе помогает опыт жителей Поднебесной. Вода ушла, но проблема осталась. Успеют ли коммунальщики решить вопрос с ливневками до следующего потопа? А также сурикаты, енотовидная собака и львенок Цезарь. В Ульяновском зоопарке пополнение. В интересах жителей в стенах законодательного собрания Ульяновской области прошло заседание Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Один из вопросов – изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации, которые предусматривают отмену комиссии при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям львотников. Изменения вступают в силу с июля. И задача – минимизировать время на уточнение формальностей для львотников. Те люди, которые даже не успеют или по каким-то причинам не смогут написать соответствующее заявление в этом месяце, пусть не беспокоятся о том, что в любом случае та оплата, которая предусматривается с июля месяца, комиссии на них разыскиваться не будут, даже если они это заявление не написали. То есть такая принципиальная позиция депутатского корпуса. Мы эту позицию будем целенаправленно отставить. Свою позицию депутаты довели до руководства областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и расчетно-информационного центра. Идет поиск оптимального решения вопроса. Кроме того, парламентарии обсудили вопрос выделения дополнительных средств на решение вопросов водоснабжения, в том числе в пригородной зоне. В этом году рекордные 400 миллионов рублей уже выделены и израсходованы. То есть работы начались. Но мы понимаем, что это явно недостаточно. И возникает ситуация, когда можно объявлять чрезвычайную ситуацию, либо режим повышенной готовности. Что предполагает возможность расходования средств из резервированного фонда на горящие вопросы. Мы на сегодняшний день имеем адресный перечень таких вопросов. На водоотведение планируют дополнительно выделить около 50 миллионов рублей. Окончательные решения будут приняты после рассмотрения вопросов на заседании ЗАГС Собрания с участием необходимого кворума депутатов. В левобережной части областного центра очистные сооружения реконструируют, применяя современные китайские технологии. При этом, чтобы нагнать отставание от графика, подрядчик значительно нарастил усилия. Как сообщает Ульяновск водоканал, сегодня на объекте задействованы 165 специалистов и 11 единиц техники. Чтобы уложиться в срок, работы нужно продолжать круглосуточно. Сдать объект подрядчик должен уже в декабре этого года. После завершения реконструкции первого блока сооружений биологической очистки, работы по обновлению начнутся на втором блоке отстойников и аэротенков. У нас сейчас выполняются работы, то есть полностью идет монтаж оборудования на вторичных отстойниках, которые вновь построены. И идет монтаж скребковых механизмов на первичных отстойниках. Сейчас подрядная организация у нас работает в три смены. Очистные на левом берегу обновляют, применяя современные технологии, которые сегодня уже активно используются в КНР. Основным примером стала неметаллическая скребковая система. Она предназначена для удаления осевшего на дно ила и направления его в жировую трубу. Установка изготовлена из армированного пластика, который прочнее металла и значительнее. Это абсолютно современная технология. Дружественная страна Китай, с которой мы сотрудничаем, они это внедряют у себя. То есть все очистные сооружения у них работают по такому принципу. То есть где у нас есть прямоугольные отстойники, они используют именно неметаллические цепные скребковые системы. Китайская экологическая шлифовальная машина с неметаллической цепью, установленная в Ульяновске. Компания гарантирует качество оборудования после продажи и качественное обслуживание для Ульяновска. Сама реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Экология». После реализации проекта объем неочищенных сточных вод, которые попадают в Волгу в Ульяновской области, снизится в три раза. А еще реконструкция повысит энергоэффективность работы очистных сооружений. Ливни в начале недели заставили ульяновских коммунальщиков мобилизовать силы. Некоторые из ливневок не справились с потоком воды. Последствия дождя устраняли практически весь день. Ливневые канализации и трубы, особенно в Засвияжском районе, забились мусором, листвой и скошенной травой. Кроме того, по заявлению синоптиков, за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Ни одна ливневка не может проглотить такой объем воды, особенно на низинах. МБУ Даринстроя для устранения нештатной ситуации работало 12 единиц техники, 25 человек. Производились работы по очистке ливнеприемных решеток от мусора, листвы. Также, где были забиты трубы и засорены забиты трубы, промывали каналы промывочной машины. На улице Ефремова эта проблема была явной. Там коммунальщики трудились несколько часов. Вода ушла, но проблема осталась. Трубы необходимо готовить к дождям заранее. Как заявляют в местной администрации, работу над ошибками делают. Ливневки и трубы прочищают повторно и более тщательно. Слова чиновников на правдивость проверят ближайший ливень. 170 тысяч клиентов сервисов, 20 социально значимых цифровых проектов и больше 3 тысяч работников. Почта России в Ульяновской области продолжает отмечать ежегодный праздник. Лучшим сотрудникам вручены награды. Трудовой день Марии Завьяловой начинается с привычной работы. Раскладка корреспонденции, прием клиентов, выдача писем и посылок, но и из других дел, которые обычно посетителям не видны. Стандартная смена работника Почты России с 8 до 8. О том, как получается, в этот нестандартный для Марии Александровны день узнали коллеги по цеху со всего региона. Поздравление и большую встречу в торжественном зале областного правительства приурочили к Дню Российской Почты. Сегодня в число ваших услуг, помимо традиционных, входит также доставка и выплата пенсии, пособий, прием коммунальных платежей, перевозка грузов, реализация товаров народного потребления и многое другое. Ежегодно в Ульяновской области вы и более трех тысяч ваших коллег принимаете, обрабатываете и доставляете порядка 10 миллионов писем, более 150 тысяч посылок и свыше одного миллиона денежных переводов. Пользуясь случаем, я выражаю вам и всем вашим коллегам свою глубочайшую личную благодарность. Награды благодарности и почетные грамоты вручены отличившимся работникам почты. Среди них специалисты городских пунктов и сельских. Последним отдельное внимание. У нас продолжается важная для нас программа капитального ремонта отделений почтовой связи, которая находится на селе. К 32 отделениям, которые мы отремонтировали, отреставрировали в прошлые два года, в этом году мы приступили к реализации в семи населенных пунктах. Мы надеемся, что изменения на селе, они коснутся не только семи этих отделений, а в следующем году мы продолжим. Светлые стены, просторные холлы и техническое переоснащение. Все пункты реставрируются в одном стиле, независимо от того, в какой части региона они находятся. Довольны и работники почты, и посетители. Радует, что у нас теперь такое красивое здесь отделение. Приходим с удовольствием, ждем, получаем. Радостно, что все это становится оперативно, потому что много мемов про почту России есть. Здорово, что, наверное, скоро они перестанут быть актуальными. В Ульяновской области работают 523 почтовых отделения, 403 из них в сельской местности. И число отделений планируют увеличивать, ведь в некоторых селах почта – это единственное место, где можно получить письмо или посылку, воспользоваться финансовыми сервисами и приобрести товары первой необходимости. Ксения Грищенко, Александр Асохин. Вести. Ульяновск. В Ульяновском зоопарке очередное пополнение. Теперь посетители смогут увидеть енотовидную собаку, сурикатов и даже львенка Цезаря. Для большого котенка, который растет не по дням, а по часам, построили комфортный вольер площадью 360 квадратных метров. Как адаптировались новые животные и понравилась ли Цезарю его жилплощадь, расскажем далее. Этот маленький зверек, которого можно принять за щенка – енотовидная собака редкого белого окраса. Малыша назвали Каспером. Сейчас ему всего пара месяцев. В Ульяновский зоопарк он приехал из Ставропольского края и быстро адаптировался в новой компании. Уже спокойно гуляет по окрестностям и очень любит проводить время на руках. Пока он мелкий, ему всего три месяца проживает днем здесь в зоопарке, а вечером я забираю себе его домой. Поэтому он такой лоскушка, день не видел, вот он соскучился. Каспер не единственный новый житель. Например, эти сурикаты приехали из Калуги и Подмосковья. Сейчас их расположили в летнем вольере. От своего соседа-мангуста эти ребята отличаются любопытством. Только подходишь к клетке, и они уже бегут посмотреть на гостя. Пока летняя зона закрыта для посетителей. Необходимо доделать мощение. Но уже на следующей неделе ульяновцы смогут увидеть сов, попугаев и перепелов. Сейчас здесь больше 70 животных. В планах перевезти сюда и обезьянку. Здесь все животные именно тропические, то есть теплолюбивые, те, которые находятся на скопитошке. Но в летний период мы решили сделать им выгольную зону, чтобы они насладились витамином Д, солнышком. В этом году погода очень жаркая, поэтому они все у нас переместились на улицу. А этот большой котенок приехал с границы России и Казахстана. Его зовут Цезарь. Львенок весит уже больше 90 килограммов. И сложно поверить, что ему всего год. Месяц он находился на карантине. Ежедневно киперы выводили малыша на прогулку, а он норовил забраться на дерево. Поэтому на днях львенка перевели в новый вольер, где у него будет возможность побегать. Сейчас готовятся препятствия для него, то есть игрушки, которыми будет заниматься свободное от сна время. Потому что лев спит практически 20 часов в день, а 4 часа бодрствует. Вольер был готов еще в прошлом году, но новоселье затянулось. Чтобы обеспечить безопасность, ждали противоударные стекла. Их заказывали в Казани. Изначально вольер был предусмотрен для волков. Но с появлением Цезаря жилплощадь решили отдать львенку. Вообще этот вольер мы собрали из трех вольеров по аналогии с другими зоопарками. Это ленинградский, это нижегородский зоопарк, это рассосан на данный зоопарк. То есть здесь применены безконтактные зоны. Это стекло бронированное, которое мы очень-очень долго ждали. Здесь мы применили для визуальности этот электропастух как по низу, так и по верху. Бетон, понятно, что у нас выходит ниже с арматуры, чтобы не было подкопа. Но кошки в принципе не копают, но волк все равно потом приедет сюда. И это еще не все новые жители Ульяновского зоопарка. Пару месяцев назад на свет появились олененок и косуленок. Увидеть их вы сможете сами ежедневно с 10 до 20 часов. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. А далее программа «Тема дня». Итоги хоккейного сезона подведет моя коллега Елена Тимонина. Не переключайтесь. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый до умеренного, днем умеренный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова